Анадолу, Турция, пятилетие незаконной аннеаксии Крыма Россией. Анадолу Айянс, Турция, 19 марта 2019 года. 16 марта 5 лет назад состоялся так называемый референдум, проложивший путь незаконной аннеаксии Крыма, территориальной автономии в составе Украины, Россией. Вслед за протестами, организованными в украинской столице Киеве в 2013-2014 годах после того, как пророссийский президент Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, ЕС, управление страной взяли на себя прозападные политики. Когда акции протеста распространились по всей стране, на Крымском полуострове вооруженные лица в военной форме без каких-либо опознавательных знаков и символов взяли контроль над административными зданиями. Эти пророссийские военизированные силы, так называемые «зеленые человечки», за короткое время захватили парламент Автономной Республики Крым и другие правительственные учреждения. В ответ на смену руководства в Киеве от парламента Крыма под давлением пророссийских вооруженных групп было потребовано принять решение о проведении референдума, на котором жителям полуострова будет адресован вопрос, Крым должен остаться частью Украины или присоединиться к России. 6 марта парламент Автономной Республики Крым, собравшийся на сессию под контролем «зеленых человечков» с оружием в руках, объявил о принятии решения провести референдум о присоединении Крыма к России. С началом этого процесса «зеленые человечки», оказывая давление на крымских татар и украинцев, пытались вытеснить их с полуострова. Хотя крымские татары выступили против этого решения парламента и решили бойкотировать голосование, 16 марта 2014 года на полуострове был проведен так называемый референдум. По итогам референдума, состоявшегося под контролем пророссийских вооруженных сил, было объявлено, что принято решение о вхождении Крыма в состав России. После референдума в результате давления, которому подвергались те, кто не являлся сторонником России, многие крымские татары и украинцы были вынуждены покинуть родные земли. Международные организации, прежде всего ООН, и многие страны выступили против референдума и объявили его недействительным. А руководство Москвы признало референдум. 21 марта на специальной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий вхождение Крыма и Севастополя в состав России образования новых субъектов федерации. Так Крым был аннексирован Россией. После того как полуостров перешел под контроль российской власти, давление на тех, кто выступал против незаконной аннексии Крыма и отстаивал территориальную целостность Украины, с каждым днем становилось все сильнее, а ситуация с правами человека – все хуже. Некоторые крымские татары были арестованы на основании организации митинга 26 февраля с целью препятствования принятия решения о референдуме и участии в этом митинге. Некоторые крымские татары пропали без вести, а кто-то – обнаружен мертвым. Российские силы безопасности периодически организовывали рейды в домах крымских татар, школах и мечетях, устраивали обыски, проводили задержания и аресты. После аннексии лидеру крымско-татарского народа Мустафет был Джамилю Карамаглу. Мустафа Джамилев – председатель запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа в 1991-2013 годах. Примечание Пер и другим крымско-татарским лидерам был запрещен въезд на полуостров. 26 апреля 2016 года подконтрольный московскому руководству суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, запрещена в РФ, примечание РЭД, представляющего волю крымских татар, признав его экстремистской организацией. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.